МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Танцы под дождем и 48 часов музыки. Десятки тысяч людей со всего мира посетили в Нижегородской области фестивали электронной музыки и технологии Альфа-Фьючер-Пипл. 24 матча за два дня. 9 команд разыграли в Нижнем Новгороде Кубок России по Рэк-Би-7 среди женщин. Праздник меда прошел в торговых рядах Жар-Птицы. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили создать рабочую группу по регулированию работы такси. Об этом договорились сегодня на заседании профильного комитета. Легальную перевозку пассажиров и багажа в регионе осуществляют почти 9 тысяч таксистов. По мнению парламентариев, работу водителей никто не контролирует, а количество ДТП с участием такси с каждым годом растет. Регулирование деятельности такси отсутствует и на федеральном уровне. Нижегородские парламентарии готовят обращение на имя председателя Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина с просьбой скорейшего принятия профильного проекта федерального закона. Сегодня на этом рынке не очень благоприятная ситуация складывается, поэтому нам надо здесь не вести в порядок. Мы сегодня видим отчасти, что появляется большое количество машин, которые не имеют признаков, не было назначено. Такси, вот на личном примере в субботу дело испытал. Никто везет, никакие конкретные телефоны. А самый главный еще вопрос, а куда потом поступают деньги от всех этих перевозок в части налогов и обложений. Первое, что мы сделали, а создаем рабочую группу, и второе, это обращение в Государственную Думу. У них сегодня проект изменения федерального закона разработан, какие внесли изменения, в том числе получены заинтересованных органов Нижегородской области замечания. Поэтому хотелось бы, чтобы в сессию осеннюю в этом году этот закон прошел, и мы могли бы его использовать в нашей работе по упорядоченным работам. В минувшие выходные в Нижнем Новгороде разыграли Кубок России по Рэкби-7 среди женских команд. Соревнования прошли на футбольном поле Фок Мещерский. За главные трофеи в течение двух дней, в субботу и воскресенье, боролись 9 команд из разных российских городов. География участников от Москвы до Красноярска. Изначально команды были разделены на две подгруппы. Из этого дня сыграли 24 матча. Финальный матч между командами Кубань и Ргутис из Подмосковья закончился в ничью. Судья назначил дополнительное время, где первыми попытку занесли рэкбистки из Подмосковья. Игры получились, да, довольны результатом первого места. Мы ехали за этим первым местом. У нас игры достаточно интересные получались. Выступали оптимальным составом. Мы тем девочкам, которые доверили вместе в составе, сыграли на 100%. Организация вообще потрясающая. Если честно, много где бываю, где езжу. И в плане организации, в плане идеального поля для игры в рэкби. Единственный момент. Хотелось бы побольше болельщиков, чтобы проходили в такой замечательной группе, посмотреть на девочек, как играют. В целом команды очень-очень довольны. Мы выполнили установку тренера на крайнюю игру, на последнюю игру. Но своей чуть-чуть там недовольны, но будем исправлять на зачет. С учетом прошлых проведенных соревнований нам отдают такие мероприятия. И это, я надеюсь, позволяет популяризировать. И с сентября даст нам возможность открыть ряд секций в городе и в области. И запустить в итоге детский чемпионат, студенческий чемпионат. И сделать мужскую команду. В субботу, 17 августа, Нижний Новгород отметил свой 798 день рождения. В этом году была не только изменена дата празднования, но и формат. Основные мероприятия прошли на обновленной Нижневолжской набережной. Задействована была и территория Стрелки. Тысячи нижегородцев и гостей города, несмотря на дождливую погоду, специально пришли посмотреть на водно-световое шоу «Театр парусов» в акватории Океи Волги. Кульминацией Дня города стал фестиваль фейерверков, который длился около 40 минут в сопровождении музыки. 48 часов беспрерывной музыки и непрекращающегося дождя. В минувшие выходные в Нижегородской области отгремел главный фестиваль музыки и технологий «Альфа-Фьючер-Пипл-2019». Уже в шестой раз он прошел на месте заброшенного аэродрома в поселке Большое казино Блохнинского района. На территории площадью 50 гектаров работали 6 музыкальных сцен, включая главную – 100 метров в длину и 24 метра в высоту. Также развернулся самый большой в стране фудкорт. Более 20 спортивных площадок и десятки разных тематических павильонов. Один из них посвящен Нижнему Новгороду. Внутри павильона можно было увидеть 3D-модели всех городских достопримечательностей под шум от работы нижегородских предприятий, которые собрали в одну музыкальную композицию. Как и всегда, в лайнап-фестивале вошли сотни известных диджеев со всего мира. «Альфа-Фьючер-Пипл-2019» посетили около 50 тысяч человек. «Альфа-Фьючер-Пипл-2019» В пятницу, 16 августа, в торговых рядах «Жар-Птицы» прошел праздник меда. Все гости смогли посетить ярмарку продажи свежего меда и принять участие в дегустации продукции предпринимателей из Бутурлинского, Воротынского, Шатковского и других районов области. Подробности в сюжете Евгения Деревенко. В пятницу, 16 августа, в торговых рядах «Жар-Птицы» прошел праздник меда, на который съехались предприниматели из Бутурлинского, Воротынского, Шатковского и Починковского районов, а также из Волгоградской области и Краснодарского края. Как отмечают пчеловоды, сбор меда производится исключительно с экологически чистой местности на личных пасеках, поэтому их лакомства не только вкусные, но и полезные. Мед очень полезен для организма. Он, во-первых, поддерживает организм, как говорится, в тонусе, помогает при многих заболеваниях. Допустим, акации помогают при заболевании глаз. Донник – это как сердечный, успокаивающий средство, так сказать. Все гости праздника смогли принять участие в дегустации и приобрести мед из различных трав, прополисов и мед в сотах по привлекательным ценам. Нам очень все нравится. Мы попробовали у нескольких представителей. И нам показалось, здесь очень вкусно, хороший мед. И решили купить. Организаторы Дня меда говорят, что это не последний тематический праздник. Следите за календарем вкусов на сайте торговых рядов «Жар птица». Приходите к нам в торговые ряды. У нас часто проводятся различные тематические фестивали. Ну а мед можно купить не только сегодня. У нас есть свои медовые арендаторы, у которых прекрасный мед, разных видов, выгодные цены. Ждем вас. Евгений Деревянко, Никита Вертлин, столица Нижняя. Это все новости к этому часу. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире.